О строительстве так называемой Балтийской линии обороны было объявлено еще в начале этого года. По словам министров, сеть различных укреплений призвана остановить или хотя бы замедлить продвижение российских и белорусских войск в случае возможного нападения. Для выполнения этой задачи военные ведомства закупают и будут возводить бетонные пирамиды, противотанковые ежи, так называемые зубы дракона и испанские лошади. Для тех, кто не знает, поясню, что это такие сооружения из стальных углов с колючей проволокой. Все это, по логике власти, должно помешать потенциальному продвижению противника с востока. Мы говорим о противотанковых системах, средствах дистанционного минирования, зарядах, приобретении различных мин, взрывчатых веществ и о железобетонных конструкциях. Помимо этого предусмотрены посадка леса на открытых территориях, траншеи, возведение мостов и прочее. По словам политика, на возведение одной лишь литовской части Балтийской линии планируется потратить в течение ближайших 10 лет 600 миллионов евро. Работы уже ведутся, однако не все поддерживают такую позицию. Так, бывший командующий вооруженными силами Литвы Вальдемар Срубщи исполагает, что фортификация вдоль всей границы — это огромные инвестиции, которые, цитата, «ни к чему не приведут». Между тем, советник президента Литвы по национальной безопасности, тоже военный, в беседе со мной дал вот такую оценку ситуации. У всей этой гражданской и оборонной инфраструктуры, которую мы поддерживаем, развиваем и хотим, чтобы она начала действовать быстрее, должно быть очень хорошее взаимодействие с общим военным планированием, задуманными инженерными препятствиями, а также не только с нашими военными, но и с теми действиями, которые предусмотрели союзники, поскольку мы являемся страной НАТО и работаем сообща. С похожим мнением, что касается взаимодействия Литвы с союзниками по НАТО, выступает и полковник запаса литовской армии. Если твои соседи делают на границе с Россией и Белоруссией вдоль всей ее линии то же самое, и здесь речь идет не только о Балтии, но и о Польше, а также Финляндии, литовцы тоже обязаны это делать, поскольку это очень целостный элемент. Мы согласовываем свои действия, а координация между союзниками, особенно с теми, что граница с Россией и Белоруссией, необходима. Помимо этого, нужно учитывать, что дискуссия об эффективности будущей Балтийской линии обороны ведется в контексте успешного прорыва ВСУ в Курской области. Там система укреплений была, однако украинцев это не остановило. Почему, отвечает военный эксперт. Россия должна была иметь не укрепляться на границе, а иметь за спиной какие-то резервы, которые бы могли проводить контратаки, если бы украинские войска вторглись в Россию. Но опять, средств нету, людей нету, потому что потери на фронте огромнейшие. По мнению специалиста, идея о создании Балтийской линии обороны концептуально верная. Однако любые сооружения на границе нуждаются в качественном военном прикрытии. Денис Кишиневский, Даниил Жилинский. Настоящее время. Балтия.